Здравствуйте, друзья! Сегодня очередная серия про суперскоростной турбореактивный самолет на очень мощном двигателе. Постараюсь побить рекорд канала. Постараюсь развить на нем большую скорость. Как вы можете заметить, разложился уже на столе и собираюсь склеивать в единую конструкцию все крыло. Задачи передо мной стоят очень непростые. Во-первых, нужно склеить ровно. А во-вторых, еще каким-то образом вклеить лонжерон на всю длину крыла. Видите, уже помечено место, где он будет находиться. Очень стараюсь качественно все собирать. Там, где будут крепиться элевоны, ставил карбоновую полоску и сверху, как можете заметить, приклеил пару тонких реек. Они вот буквально как спички. Толщиной очень тоненькие и получился вот такой интересный профиль. Для чего это нужно, ребята? Вот он элевон, он здесь круглый. Делая такие планочки, можно добиться того, что он будет вставляться и мы получим малое аэродинамическое сопротивление вот в этом месте. То есть по факту мне удастся уменьшить щель между крылом и элевоном. На настоящих самолетах точно так же делается. Честно говоря, вот эта технология с постоянным склеиванием и разрезанием весьма сомнительна. Возможно, как-то можно было бы и более технологично сделать, но я пока что придумал только так, друзья. Итак, приступаю к склейке. Уже очень долго я здесь все выставлял, а давно пора бы склеить его уже и продолжать. Меньше думать, больше делать. Законцовки крыла новомодные решил не делать. Сделал вот такие обычные. Такие же были на самолетах второй мировой войны, ребята. Как-то они достигали тех сокростей обычные поршневые самолеты. То есть там 500 и 600 километров в час. Наш реактивный самолет точно нормально будет с такими работать. Не стал делать развитые законцовки, ребята. То есть я сначала изготовил вот такую, но побоялся, побоялся, что изменится геометрия самолета полностью и он будет хуже летать. Так я в нем более-менее уверен, что он хорошо летает и дабы не ухудшить хорошую вещь, сделал обычные законцовки небольшие, они вот здесь кругленькие, не острые, чтобы все было нормально. Ну все, теперь точно можно склеивать в единую конструкцию. Разложу немножечко эпоксидки, 10 грамм. В этом самолете клея использую по минимуму, чтобы соблюдать культуру веса. Дождался полного застывания смолы и теперь у меня та еще задачка. Нужно взять, да и разрезать поперек самолет. Причем вырезать основательный такой кусочек. Я решил, что сантиметрового лонжерона хватит. Вот, ну и потом создать по контурам лонжерон и вклеить его туда. Боялся этой процедуры очень сильно. Тут даже разметку сделать качественно непросто, потому что линии кривые. Делаю пока. Натянул скотч. Как бы именно натянул, как нитку. Приклеил его потом в последующем и вот делаю контуру лонжерона. Сложность в том, что нужно и с обратной стороны также сделать, чтобы качественно разметить, а отпиливать буду с двух сторон, то есть с переворотом. Чуть-чуть подпилил вверху, чуть-чуть попилил снизу и тогда получается все под 90 градусов будет. Все будет равномерно, то есть сантиметр будет четко отпилен с двух сторон. Не нужно будет ничего потом особо дорабатывать. Все будет четко и качественно. Там, где карбон, использую пилку по металлу, чтобы не затупить основную пилку. Периодически переворачиваю самолет и пилю то с одной, то с другой стороны. Так, ну вот, что получилось. Видите, здесь все-таки уводило, но за счет того, что пилил с двух сторон, это мы просто зашкурим и в целом геометрия не пострадала. В целом все ровно по линии получилось. Теперь нам с вами, ребята, нужно сделать лонжерон и выпилить вот эту полоску. Вставить вместо нее и обратно все склеить. Пока подбирал углеродные нити, придумал технологию, как я буду это делать. Не хотелось бы делать матрицу никакую. Хочется прям вот так вот взять, это реальный размер лонжерона и сделать. Но здесь хитрая система. Полки углерода должны быть по краям, в середине бальза и еще сверху обмотано должно быть все опять же вот такой нитью. Как же это сделать, ребята? Полку бальзовую делал на 2 миллиметра тоньше, чем надо как бы. Поэтому у меня есть пространство для маневра. Сейчас наклею вот сюда карбон, потом обточу его, сделаю канавки внутри и буду заполнять их вот этими вот чудесными лентами. Я заготовил по 10 штук на каждую полочку. Думаю, этого должно хватить. Плюс хочу сделать переменное сечение с краю потоньше, в центре побольше карбона положить. Первая стадия. Намазал два слоя карбона на всю длину и теперь приклеиваю лонжерон. Такого количества грузов должно хватить, чтобы хорошо прижать планку к углеткани. Ждем дальнейшего застывания, сейчас в мастерской очень жарко и процесс схватывания происходит быстро. Думаю, часик и мы будем делать следующую процедуру. Пока все застывает, можно делать всякие смежные работы. Решил заняться элевончиками. Карбон располагаю под 45 градусов, чтобы повысить жесткость этого элемента. Обрамление из скотча использую для того, чтобы все это дело не распушалось, не летел карбон в разные стороны. Карбоновые выкройки есть. Вот так. Пользуясь тем, что крыло разрезано, вставил провода для подсветки. Хочется, чтобы самолет было хорошо видно, поэтому поставил ему огни. Не знаю, с чего буду делать плафоны, но вот пока сделал только закладку для кабеля. Что-то я так заигрался, что забыл камеру включить. Уже второй ливончик доделываю. Получается в два слоя карбона будет. Немного сточится, потому что пол слоя уйдет на обработку. Нижняя сторона вообще будет классно сделана, потому что на лист приклеена. Сверху придется либо стачивать, либо чуть подшпаклевать. Пока что склоняюсь к стачиванию. Тем временем лонжерон с одной стороны отклеил. Здесь подсохло, по-быстрому обрезал, пока не слишком сильно высохло, не слишком хрупкое. Оно отрезается ножницами спокойно. Ну и заложил следующий слой. Теперь покрываю карбоном с обратной стороны. Это вторая операция. Здесь пока что застывают элевоны. Подсушил углеткань. Эпоксидки очень мало здесь. Мне удается делать 50 на 50. То есть по массе 50 процентов углеткань, 50 процентов эпоксидка. Может быть 55. Немного больше, все-таки врать не буду. Ну а так смотрите сами. Это примерно так, если рассудить, где-то седьмой день работы по этому самолету. Потихонечку простругиваю канавку. Собственно под закладку карбона ради этого все и делалось. Состругиваю неравномерно, то есть на концах будет тоньше слой, посредине будет толще. Сделал резец вот такого плана. И вот так потихонечку идет процесс. Потом подшлифовываю наждачком. В общем-то круг замкнулся. Основную массу дерева выстружил. Вот сколько получилось опилок. Бальзовые, очень легкие. Собственно можно начинать формовать. Соответственно, когда есть пазы, очень удобно туда что-либо укладывать. Пока эта штуковина весит 130 грамм. Посмотрим, что будет дальше. Разошелся не на шутку, проложил уже оба канала. Здесь видно кое-где подтарчивает углиткань. Но это не беда, потому что сейчас буду наматывать сверху. Делать еще один скрепляющий слой. Все, что я сделал, я еще обмотаю по спирали. Мне кажется, это должно здорово укрепить. В итоге мы имеем интересную намоточку. Вот как она выглядит. Пока еще не пропиталась. Но сейчас я ее пропитаю окончательно. Она пока только изнутри пропитана. Она даже в круговую. Положил лонжерон под пресс. И что же далее? Далее мы делаем вот что. Весит довольно-таки немало. Я хотел бы, чтобы органы управления все-таки были очень жесткими. И хотел бы на них надеяться в полете. Сейчас все вот здесь вот обрежу аккуратно, удалю лишнее. Опять же, пока сверх сильно не застыло оно. Видите, оно еще немножко мягенькое. Вообще, эта эпоксидка американская застывает около трех дней. И потом она еще крепчает, наверное, месяца, то и полтора. Один уже обработал, на душе стало легче немножко. В принципе, легко обрабатывается. Весит эта штука 107 грамм. Прошли сутки, расчехляю этот меч джедая. Видно, что вот здесь просочилась эпоксидка и она теперь сверху изолентой. То есть распутывать будет не так-то просто. Но зато выдавила лишнее и сплющила лонжерон. Господи, какой же он тяжелый. Он еще до конца не застыл, потому что прошли только сутки. Но, тем не менее, он уже довольно-таки прочный и можно потихонечку расчехлять все это дело. Да, еще один очень-очень важный момент. В таких делах изоленту я наматываю наоборот, то есть липкой стороной наружу. Казалось бы, это идиотизм. Но если мы делаем липкой внутрь, она прилипает к эпоксидке намертво и потом вот эта липкость остается. А также она очень легко отклеивается. Проблемы при наматывании зато есть. И вот видите, даже пленка сейчас это прилипла. Плохо отлипает. Хотя от эпоксида она отлипает легко и видите, рука прилипает. Вот. Ничего, сниму изоленту, лонжерон полегчает. Я так думаю, масса где-то 300 грамм получится, 300-320 грамм. Немного обточил и давайте посмотрим, сколько оно весит. Ну вот, 360 грамм основной силовой элемент самолета будет весить лонжерон. Перед полной склейкой самолета решил вставить все-таки бабушки для возможности изготовления шасси на самолет. Потому что, друзья, все-таки до сих пор я не определился, как же его запускать. Без шасси очень тяжело будет. Но, опять же, не убирающиеся, потому что все это лишний вес и минус надежность. А надежные убирающиеся шасси очень тяжелые. И без того тяжелючий самолет утяжелять не хочется. Может быть будут сбрасываемые шасси, посмотрим. Вставлю пока бабушки, они много весить не будут из бальзы. А потом будем думать уже. То есть технология такая, сначала делаем, потом думаем. Выпилил бальзовый блок из огромного бруска бальзового бруска. Весит он 6,4 грамма, а пенопластовый кусок, который вырезал, 1,5 грамма. То есть, как видите, вообще практически ничего мы не добавим. Но мы добавим возможность установки шасси в будущем. Сейчас склею и будем сравнивать с большим самолетом. Свет уже давно выключили, но я по-прежнему занимаюсь. Прежде чем идти спать, мне нужно удостовериться, что все отлично склеится. Поэтому выравниваю все поверхности, которые сопротивляются, фиксирую алюминиевым скотчем. Он принимает нужное положение и больше никуда ничего не сдвигается. При свете лампочки, ребята, занимаюсь склейкой самолета. Прижал кусочками металла к частям стапеля, чтобы ничего не оттопыривалось. В общем-то можно идти отдыхать. Ждать, так сказать, когда склеится. Но уходить почему-то не хочется, потому что это основная склейка. Очень переживаю, очень волнуюсь. Надеюсь, все получится ровно. Надеюсь, ни на миллиметр ничего никуда не уйдет. То есть видно, что пепелац довольно-таки большой. Но вот что из себя представляет вот этот аппарат? До кучи для сравнения вытащил еще маленький самолет, который вы могли недавно лицезреть на канале. И гоночный квадрик. Размеры гоночных квадриков всем известны. Это 250 квадрик. И вот так все это дело выглядит, друзья. Мой большой самолет, тот, который будет немножечко поменьше, практически в два раза он меньше, видите? Ну а вот так это будет выглядеть в сравнении со мной. Согласитесь, ребята, маленький самолет, но турбина-то будет та же самая, что и здесь, что и на нем родимом. Я надеюсь, что это будет какая-то жесть. Пока что весит он 1,2 килограмма вот эта тушка, но это только лишь начало. Здесь еще килограмма полтора обклейка будет карбоном занимать. Этим мы скорее всего займемся как раз таки в следующем видеоролике. Еще из интересного нужно будет сделать бак, нужно будет сделать килограмма, установить двигатель и всю электрику. С электрикой хочется постараться сделать ее более дальнобойной, потому что мало ли до каких пор будет лететь самолет, потому что он будет очень быстрый и желательно, чтобы связь не прекращалась даже на секунду. Дилемма у меня по-прежнему осталась, делать ли обшивку из карбона либо сделать из стеклопластика. Потому что стеклопластик радиопрозрачный и это получше будет в плане дальнобойности всей системы. Потому что приемник, если антенны будут на тыльную сторону попадать при вращении самолета, если вот здесь, например, антенны будут, а я буду там стоять, то при карбоне будет все это дело затеняться и дальнобойной связи уменьшаться. Стеклопластик будет пропускать радиосигнал. Но стеклопластик тяжелее, да и не так это круто и эпично. В общем, может быть я поставлю более качественную электрику, но все-таки оставлю из карбона либо сделаю из стеклопластика все это дело. Не знаю, не решил еще. А на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!